когда находишься в мариуполе ты мечтаешь об этом ежесекундно что будет эта эвакуация но к сожалению и нет поэтому выбирались как могли собрались сколько есть машины каждый день их становилось все больше и больше и просто ехали ехали на пролом как повезет не повезет вот и все другого варианта выехать оттуда просто нет и находиться там невозможно невозможно все сидят в подвала город горит все разгромлено зараз но мы рассчитываем что хотя бы 200 маленький шматочек скажем у места мариуполя уже уже трохи так доезжали люди по 1 2 машина 1 2 автомобиля там родины 1 2 2 а сейчас так багато уже проехало тут відбудеться скажемо реестрация людей и потом их доправлять до дитячого садку специально подготовлено где уже запустили кухню чтобы люди могли помититься теплою водой повечеряти и лягти спать а ну частина людей сказали что они забронювали номери есть и такая качественно людей ну а більше звичайно будет в дитячому садку ночевать завтра им також снеданок будет наданы и потом люди будет далее вирешивать и они едут далі бо все приехали на власному автотранспорт и это дозволило им прорваться через кордоны соответственно завтра будут вирешивать и есть кто поедет далее кто залишится еще трохи в запорежье бомбежки регулярные особенно вот участились это все где-то недели две назад районами целыми уже сжигают к сожалению жилые комплексы и прочее 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 то есть мины находим везде попросту снаряды падают ну то есть они торчат с асфальта это это вполне уже нормально уже как-то и не прячешься особо от этих взрывов понимаешь что дальше что ближе к сожалению уже начинаешь привыкать к этому делу вот две недели нас как бы находились мы мариуполе без света без воды без газа без связи в оторванные от мира это было ужасно выехать возможности не было то есть это мы зная то что громкомвой уже пятый день как собирался к нам приехать и зная то что его никак не пропускали тем не менее были туристы которые собирались вот так машинками и маленькими группами вытягивались но это собралась уже огромная группа ну и таки проскочили а на пути следствие сюда вражеских постов у нас было 12 штук 12 штук не на всех конечно жестко обыскивали но тем не менее пла лежат морги не работают их надо же куда-то девать тут тела лежат а в метрах могут быть 50 60 дети как бы проходит поэтому делали ямы копали ямы сбрасывали тела закапывали других выходов не было руки опускались дело в том что с каждым днем психологически себя все хуже и хуже начинаешь чувствовать так как эти взрывы вот самолет уже пролетает ты понимаешь что сейчас что-то прилетит и волей-неволей уже сжимаешься да то есть психологически с каждым днем все сложнее и сложнее было находиться мариуполе поэтому и хотелось всяческими усилиями оттуда вываться вот как бы все я прекрасно понимал какие многие другие что это все 50 на 50 то что мы сегодня выиграли мы могли не доехать мы могли не выехать даже но можно сказать повезло частина автомобилей залишилась в бердянску там где стоят и основная колонна с гуманитарным конвоем и соответственно часть еще васильевцы затримали завтра очевидно что доедут и первые и другие и сподеваем что наконец-то российская сторона открывает кордон и из мариуполя можно будет великими автобусами ввезти людей и доставить туда гуманитарный вантаж передбачить ту сторону важкуватого мы уже не один конвой провела и в области там никакой логики на меня сегодня может быть и так а завтра может быть иначе главное что люди так люди ризикнули но они в руси это правильная модель зеленых коридоров нет как не знаю насколько бы у нас там нет ни связи не интернета ничего вообще нет ну вот поэтому все пытаются взять своих детей и спастись как просто ну там находиться это еще страшнее чем ехать хотя ехали мы конечно с ужасом каждый километр это просто невыносимо становилось мариуполя к города не существует просто не существует вов здесь разбомбили весь абсолютно он весь горит горят все заводы горят дома люди сидят в подвалах то есть вся жизнь проходит в подвале кроме того что нет воды мы пьем уже практически ее с реки и чтобы добежать до реки нужно бежать под обстрелами градов других ужасных этих конструкций я не знаю как они называются но это невозможно чтобы взять бутылку воды ты принести в семью который пить невозможно просто невозможно еды нет еды нет мы жарили на костре лепешки с рассола понимаете мы скидывались муку вот вот так вот ее выжимали чтобы хоть что-то всунуть детям в рот вот такая обстановка в мариуполь